В Саратовской области некому осуществлять капитальный ремонт многоквартирных домов. Острый дефицит профессиональных кадров в сфере ЖКХ обсуждали на круглом столе в областной думе. Тема заинтересовала депутатов, чиновников, общественников, представителей управляющих компаний. По сведениям Минстроя, сейчас в сфере ЖКХ региона трудится 335 тысяч человек, и многие даже не ориентируются в законах. Возникает парадокс. Граждане оказываются более сведущими в вопросах содержания своего многоквартирного дома, чем руководители ТСЖ и ЖСК. На сегодняшний день вообще для меня, тайно за семью печатями, все-таки, какой состав инженерно-технических работников, какими специалистами пополняют руководители предприятий ЖКХ. Пополнение этой сферы идет большей частью строительных предприятий. Я скажу вам, как человек, который 33 года строит жилье, что хорошее от нас не уходит. Здесь полный провал. Я могу привести такой пример на курс, про который говорил Михаил Павлович, когда я подошел к председателю ЖСК и говорит, вот слесарь мне говорит, что нельзя регулировать систему задвижки. Если вы будете ее крутить, она у вас сломает. Вот эти люди, а служба, живота, вся речь и так вот. Чаще всего люди жалуются на представителей среднего звена – слесарей, сантехников, начальников участков. Как правило, это люди в возрасте, которые отстают и в технических, и в юридических вопросах. Молодежь от этой работы отталкивает низкие зарплаты и негативный имидж сферы ЖКХ. По данным областного Минстроя, в регионе необходимо обучить 6-7 тысяч сотрудников управляющих компаний из числа руководящего персонала. Чиновники предлагают ввести обязательные курсы повышения квалификации для руководителей ТСЖ и ЖСК с обязательной сдачей экзамена. Сами коммунальщики идею поддерживают. С предложениями о соответствующих поправках в закон депутаты областной думы решили обратиться в Госдуму. Кроме того, они ратуют заведение в саратовских вузах специальности инженер городского хозяйства.